Достаточно часто в нашей программе мы возвращаемся к сюжетам, которые уже снимали. Чаще всего это касается рубрики «Наболело». И вот сегодня Оксана Стяшкина вернется к истории с пандусом. Напомню, возле одного из домов построили пандус под углом в 45 градусов. По нему не взобраться. Оксана Стяшкина узнала, кто же все-таки его построил и собираются ли что-нибудь с ним делать. Щорсо 28, а третий подъезд. 10 ноября мы снимали сюжет о пандусе, который пандусом, к сожалению, назвать очень сложно. Здесь есть великолепный пандус, который больше похож не на пандус, а на горку. Главное предназначение пандуса – это беспрепятственно подниматься на коляске. Но, по словам Виктора, в этом подъезде это просто невозможно. Какая женщина, какая подымет тут, посмотрите сами. Ну, что держаться-то, коляску надо, что-то упираться, толкать. Сегодня 12 ноября. И что же изменилось? Как вы видите, совершенно ничего. И жильцы по-прежнему боятся подходить к этому пандусу. Ну, я думаю, что это опасно для жизни. И по-прежнему возмущены. Пандус-то считается, это пандус смекнет. А дети катаются зимой с горки под машину. Сегодня мы снова решили позвонить в ЖЭК номер 15. Именно эта организация обслуживает этот дом. И вот что услышали. Затем мы позвонили по другому номеру. И здесь тоже не хотят нам отвечать. Ну что ж, тогда отправимся в гости к ЖЭК номер 15. А, скажите, а где ЖЭК номер 15 находится? Здесь? Девушка, мы вам звонили, первый городской канал, и почему-то трубку не взяли. Не знаю, почему. Кто нам может рассказать об этой ситуации, что делать? Людям они переживали? Сейчас мне главный инженер позвонил. Он сейчас на 28 марта. Он мне сказал, что сегодня с 4 до 5 будут на месте. Может быть, вам сегодня подъехать в субботу час. Мы можем ли ему сейчас позвониться, чтобы он нам ответил? Да, хотя бы сейчас. Если, давайте, ответьте. Инженер Александр нам ответил и разъяснил ситуацию. Это было где-то года полтора назад, обратились жильцы, девушка с этого подъезда, у нее маленький ребенок, она попросила сделать пандус. Обратилась в управляющую компанию, ей дали положительный ответ. Соответственно, и обратились к нам, вы ли вы сделаете. Мы предложили им вариант с полуплощадкой, поворотной, потому что с всем нормативом пандус в данном месте сделать невозможно, он бы выходил на дорогу, соответственно. Они отказались от такого варианта. Это будет, будет, будет предложен вариант вот так, но с учетом, что он не будет соответствовать технологии. Девушка, я бы сказала, что ладно, хорошо. Мы вроде бы готовы, я хоть на одном колесе, но буду свою колясочку же так вот, мне будет гораздо легче. Поэтому мы так вот сделали. И, в принципе, у нас есть акция по печи, готовность работа. Подытожим. Чтобы не возникало таких ситуаций, жильцам и ЖЭКу нужно совместно решать возникающие проблемы. Оксана Стяжкина и Ванзеров, программа «Вятка Тудей». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok